портал детали главные новости израиля и мира здравствуйте на канале и тон тв тема дня сегодня веду я михаил горин мой собеседник израильский политолог арик эльман арик приветствую вас добрый день на днях состоялось заседание парламентской фракции или куда и наверное вряд ли бы на нее сильно обратили внимание в каком-то другом случае но там было два любопытных момента ну первое это конечно скандал скандальная перепалка которая разразилась между министром давидом амсалемом и депутатом кнессета талии год лип надо отметить что оба эти персонажи вообще как бы отмечены в такой несдержанности высказывания но тут все было уже просто и смешно и запредельно я не могу не процитировать амсалем сделал замечание год лип и сказал что хватит перебивать ты никому не даешь и слова сказать год лип в ответ не смей ко мне обращаться тебя разид водкой амсалем я дыхну а ты понюхай ну в общем все это было конечно забавно мягко это продолжилось после этого еще из трибуны кнесса тоже да да но если захотите можете прокомментировать и этот эту ситуацию но главный мой вопрос заключается в другом на этом заседании фракции обсуждали действительно очень важные вопросы продолжение гуманитарной помощи поставок гуманитарной помощи в газу вопросы из возможной сделки зало по заложникам еще ряд очень важных серьезных ситуаций и вот ряд видных активистов лекуда в том числе министров от этой партии высказывались категорически против тех мер которые принимаются под руководством бенемина натаньягу скажите пожалуйста это нормальный процесс обсуждения существующих проблем это политические споры пахнет выборами что это ну надо сказать что здесь есть понемногу отовсюду да во первых понятно что никто не может заставить депутатов от лекуда избранных демократическим путем также как сам натаньягу не критиковать его действия если они считают это нужно другое дело что понятно что когда премьер-министр пользовался стопроцентным авторитетом в других ситуациях такая критика могла быть невыгодной для парламентариев тем более после этого давать и вход и информировать о том что они сказали как в широкой общественности мы видим что сейчас это не так и тот факт что натаньягу не пользуется мягко говоря широкой популярностью в обществе сейчас и воспринимается как человек который гораздо ближе к финишу своей политической карьеры чем к ее продолжению это дает депутатам больше мотивации демонстрировать если там я на самом деле не склонен считать что они делают это неискренне поскольку протесты мы знаем они очень широки в отношении первую очередь идеи больших поставок гуманитарной помощи в газу до тех пор как там находятся наши заложники но понятно также что они хотят демонстрировать членам партии правым избирателям что они не боятся критиковать за это натаньягу и когда дело дойдет до праймерис в ликуде они будут напоминать о том что они занимали эту принципиальную идеологическую позицию тем более что речь идет когда речь идет о депутатах и министрах не являющихся членами узкого кабинета и военно-политического кабинета то понятно что критика подобная во фракции это единственный механизм при помощи которой они могут высказывать свое мнение премьер-министр а но они могут повлиять на принятие решений натаньягу сам на самом деле тоже в этом заинтересованы будем этого забывать он находится в постоянном процессе перетягивания каната если можно так выразиться с американцем если бы израильский народ в широкой массе включая его собственных избирателей и сторонников его партии депутатов поддерживал идею неограниченной гуманитарной помощи в газу то натаньягу затруднился бы выдерживать давление сша в этом смысле потому что мы знаем что американцы хотят гораздо больше а также чтобы эта тема сошла в свою скидя и можно было заниматься другими вещами где натаньягу чувствует что он не может дать американцам позитивный ответ или даже близкий к нему поэтому постоянно показывает им взгляните я изо всех сил борюсь за выполнение вашей центральной просьбы о том чтобы население газа получало необходимую гуманитарной помощи даже гораздо больше да несмотря на то что мне приходится выдерживать жесткую критику из рядов моих собственных соратников так что здесь выигрывают все подводя итоги этой темы можно раньше до сих пор натаньягу боролся с недовольством с крайне правой стороны своей коалиции я имею ввиду бен гвир министров бен гвир осмотрича ну еще ряда людей теперь мы видим активное недовольство его политика его действиями в самом ликуде можно ли говорить о том что коалиции у натаньягу зреет такое ну не бунт но критическое недовольство скажем так если ближайшее время мы не увидим какого-то прогресса на пути к сделке по освобождению заложников или как альтернатива более конечно желаемое мы не увидим такого успеха на поле боя в хан юниси евро еврофейхи который позволит нам ну да парад победы цагалов ю комьюнси это еще она ладно парада победы не будет да мы говорим о конкретных достижениях мы говорим о уничтожении лидеров хамаса мы говорим об освобождении заложников или скажем о ситуации которые они для того чтобы спастись так или иначе вынуждены идти на такую сделку по освобождению заложников которые устроит большую часть израильтян то понятно что требования ужесточить подход к оказанию гуманитарной помощи газе будут нарастать и на самом деле логика в этом есть давайте на секунду оторвемся от политической подоплеки всего этого поговорим о логике да хамас все больше вынужден и мы видим это в заявлениях его лидеров прислушиваться к негодованию местных жителей в газе которые требуют от него как можно быстрее закончить весь этот кошмар уже так сказать и они еще пока к сожалению не готовы сотрудничать с израилем в том смысле чтобы выдавать информацию нет раскола внутри самого хамаса полевые командиры там там рядовые боевики сдаются мы это видим на растающем количестве командиры все еще не готовы к этому они все еще надеются на то что вот это внутреннее внешнее давление на на израильского руководства она сыграет роль и война закончится тем не менее мы видим что местные жители не связаны с камазом напрямую уже очень активно протестуют и требуют чтобы этот ужас закончился наконец тем более что израиль говорит а израиль говорит мы уже ханинусь и идем в рафиях понятно что у тех там миллионы с лишним беженцев которые там находятся от них вызывает никакого энтузиазма точно также те кто там бежали с севера видят сейчас что на севере происходит что осталось от газы что аста города газа что осталось от большого количества там населенных пунктов если верить цифрам 45 процентов всех жилых зданий повреждено или приведено в негодность они тоже хотели бы чтобы все это закончилось быстрее хамас должен к этому прислушиваться и понятно что в такой ситуации если бы израиль начал ужесточать условия предоставления гуманитарной помощи возвращать количество грузовиков тем нормам которые существовали до сделки по обмену первого этапа да понятно что это вызвало бы обострение гуманитарной ситуации в секторе газа не всякого сомнения и понятно что эти требования они будут только нарастать на фоне как мы видим массовых выступлений которые тоже становятся все более массовыми людей которые пытаются перекрыть доступ этой помощи с израильской территории через керем шалом и через порт аждода и после и власти вынуждены принимать все были жесткие меры по отношению к этому и арестовываются люди которые являются прямыми родственниками похищенных и близкие погибших солдат которые участвуют в этих акциях все это будет иметь нарастающий моральный эффект и это будет побуждать депутатов от коалиции все более агрессивно требовать прекратить эту ситуацию поэтому успех какой-то нужен сделка какая-то нужна на этом пути если этого не произойдет давление будет нарастать еще одну тему прошу вас прокомментировать это одобрение президентом шаджа байденом санкции в отношении четырех израильских поселенцев которых американцы обвиняют в нападениях на палестинцев согласно этим санкциям этим четверым израильтянам запрещается доступ к американской недвижимости активом и финансовой сделки не могу не отметить что одному из поселенцев израильский банк заблокировал уже исходя из этих санкций банков уже двоим даже да ну да спасибо что вы правили банковские счета то это привести к цитату из выступления из одобрения байдена вот этого этих санкций которых он говорит пишет говорит не знаю что насилие он употребляет термин на западном берегу обострившаяся после нападения боевиков хамас на израиль 7 октября прошлого года достигла цитата недопустимых пределов израиль отреагировал достаточно вяло он согласно официальным заявлениям выражено недовольство санкции скажите пожалуйста с чем мы столкнулись это только начало дальше будет хуже или это вообще внутриамериканские проблемы а мы просто под руку подвернулись это в первую очередь было вызвано желанием байдена и его администрации улучшить свои позиции среди арабского мусульманского контингента демократической партии и там они резко упали действительно не всякого сомнения и недаром это произошло буквально за суд до того как байден должен был прибыть в мичиган да где будет праймерис мичиган это штат один из к тебе так называемых колеблющих штатов которые отдают свои голоса то за демократов то за республиканцев байден выиграл в 2020 году с большим трудом если он его проиграет его штанции по победу на трампу будут очень невелики а там очень высока концентрация именно арабско-мусульманского населения один из немногих мэров арабов мусульман в сша управляет городе диргорне да в мичигане где проходят регулярные демонстрации в поддержку хамаса без всяких ограничений поэтому понятно абсолютно политическая подоплека также надо сказать что аргументация она сама по себе весьма странная потому что если говорить о реальной ситуации на территориях после 7 октября то там как раз так сказать все израиль все источники в израильских органах правопорядка указывает на то что количество инцидентов резко сократился оно не увеличивается и главное что эти те кто подвергнутся санкциям подвергнутся им за вещи которые они делали а в ряде случаев якобы делали потому что они не один два из них если я не ошибаюсь не находятся под каким-то юридическим преследованием в израиле двое подвергались санкциям действительно включая административный арест включая запрет на проживание на территориях и так далее один из них и ему сказать он и вовлечен судя по имеющихся доказательствам участвовал в то чтобы назвали погромом в хаваре поджог этой свалки автомашин массовые беспорядки после теракта в хаваре с целью привлечь внимание службы безопасности и так далее все эти люди были замешаны в каких-то инцидентах часть из них это сообщение палестинских источников израильских пропалестинских организаций до 7 октября не после 7 октября то есть понятно что эти имена были выбраны в значительной степени на бум для того чтобы показать решимость цене администрации байдена бороться за безопасность палестинцев иудеи самарии у этого есть весьма неприятные последствия с точки зрения прецедента конечно никто не может гарантировать что байден этом ограничиться опять же если формулировки там такие что в конечном итоге каждый кто говорит например о том что палестинцы иудеи самарии это такой же хамас как и в гаде могут попасть под эти санкции тоже создание атмосферы ненависти да это тоже причина то есть очень широкий вообще совершенно спектр действий присвоил себе американская администрация в обход израильской израильских органов правопорядка в нарушении прав израильских граждан сказать точно и с нарушением того самого безвизового режима которым мы так радовались недавно теперь в чем проблема для израиля поэтому соединенные штаты имеют право делать то что они хотят они могут решить не пускать довольного израильтяна к себе они могут запретить ему пользоваться своей финансовой системой покупать недвижимость и так далее хотя в нашем случае как мы говорим этих специфических людях шансы на то что они захотят делать бизнес сша очень невелики но мы уже видели как вы правильно отметили что израильские банки которые постоянно ждут страхи перед возможными санкциями со стороны соединенных штатов и нарушениями что действительно может очень серьезно повредить их финансовой стабильности и как следствие финансовой стабильности всей страны поспешили присоединиться к этим санкциям причем в самой так сказать экстремальной манере не предупреждая этих израильских напомнить да можно абсолютно и в ряде случаев нужно не соглашаться с их политическими взглядами осуждать их поступки и не быть с ними на одной на одной волне что называется тем менее они израильские граждане у них есть права здесь в израиле потому что понятно что когда каждый раз мы говорим о том что права человека и права гражданина они проверяются именно на таких вот неприятных случаях свобода слова когда мы все говорим про цветочки это нормально свобода слова проверяется на деле когда кто-то говорит что-то что нам очень не нравится в этом случае банки в одном случае был заморожен совместно счет этого человека его жены которые никакими санкциями в другом случае израильский почтовый банк закрыл счет всей семьи и хозяйства этого человека не предупредив его не не потребовав от него изъять свои деньги все это было теперь понятно что государственный банк банк выступил на защиту банк израиля выступил на защиту и сказал что главная задача это сохранять экономическую стабильность но напомнить что израильские правительства и предыдущие нынешние столкнулись с этой проблемой самого начала войны россии в украине и мы видели как десятки сотни новых граждан израиля бились как рыба об лед пытаясь добиться того чтобы им разрешили перевести в израиль свои заработанные деньги и во мне добавлю что буквально до сих пор продолжается так называемое дело восьми миллионах романа абрамовича государство израиль при этом делала вид что это его никак не касается не задумывалась о том какие альтернативные механизмы надо создать не задумывалась о том что нужно вести диалог с теми же соединенными штатами и объяснять им что мы понимаем их мотивацию тем не менее государство израиль должно стоять на защите интересов в том числе экономических интересов своих граждан тех евреев которые хотят жить в этой стране да это наша часть нашего сионистского мандата этого не было сделано в результате теперь вдруг значит представители поселенческого лобби в кнести и правительстве вдруг узнали что оказывается когда соединенные штаты вводят санкции то израильтяне могут страдать от них уже в израиль здравствуйте приехали бицарий смотришь министр финансов говорит о том что он работает с инспектором по банкам это чиновник минфина для того чтобы найти решение этого вопроса пожелаем ему удачи потому что в конечном итоге это конечно же вещь политическая теперь относительно вашего замечания о слабой реакции ну надо сказать вот что вне всякого сомнения еще это не дружественные ушаги вне всякого сомнения речь идет о очень серьезной проблеме кровавого навета во многом да потому что никто не будет теперь задумываться о том сколько поселенцев какое насилие в отношении палестинцев применяли теперь у нас все поселенцы в глазах всего всей прогрессивной общественности все поселенцы не источник насилия в отношении палестинцев иудеи самареи это при том что мы знаем что ситуация совершенно обратно есть ничтожное меньшинство евреев на территориях которые замешаны в тех или иных актов насилия в отношении поселенцев есть большое количество палестинцев которые совершают акты терроризма самые разные в отношении мирных жителей евреев иудеи самареи и самое главное среди палестинцев иудеи самареи существует распространенное мнение о том что это хорошо они это поддерживают и так у нас получается что за один месяц число инцидентов сбросания камней израильские машины на территориях превышало 200 200 раз это мы говорим только о бросании камней только хотя я конечно готов с интересом обсуждать с любым нашим зрителям как вы как выглядит ситуация когда он проезжает по шоссе со скоростью 80 километров в час ему в лобовое стекло влетает камень что про что произойдет дальше насколько это не опасно для жизни да это все получается государство израиль вот эту пилюлю проглотила и молчит понятно что в нормальной ситуации надо было пойти на ответные шаги надо было выразить резкий протест послу из сша в израиле надо было объявить об ответных санкциях в отношении мы знаем что таких нем немало в том числе к сожалению евреев соединенных штатах которые ведут абсолютно разнузданную антиизраильскую антисемитскую агитацию до 7 октября это был бы абсолютно символический шаг но он тем не менее показал бы что мы не проходим мимо подобных действий но мы понимаем что нынешняя ситуация она нестандартная мы нуждаемся в поддержке сша мы нуждаемся в продолжении той линии которую на практике администрация байдена проводит во всем что касается поставок вооружений во всем что касается международной поддержки блокирование ненужных нам разного рода инициатив направленных на прекращение огня в этой ситуации это не ягу принял оправданное на мой взгляд решение делать вид что ничего не происходит пытаться найти за кулисами какой-то конструктивный ответ с тем чтобы по крайней мере гарантировать что подобное не повторится и последнюю тема которая попрошу вас прокомментировать российский наш посол в россии вызван как сообщается в мид россии для объяснений поводом стало его интервью и и точнее прошу прощения данном случае это женщина ее интервью газете коммерсант который по мнению российского мида были высказаны недружественные сделаны точнее недружественные высказывания в отношении этой страны те высказывания на которые обращено внимание я их посмотрел они не столько жесткие сколько достаточно категоричные что не свойственно действительно дипломатам тем более в отношении россии раньше все это было гораздо более завуалировано и мягко здесь в отношении наших споров в кавычках по поводу холокоста в отношении украины в отношении хамаса высказывания нашего посла были недвусмысленны и категоричны скажите пожалуйста учитывая недавно случай с музыкантами группы бедва которых за которых боролись израиль с россией когда они попали в неприятную ситуацию в таиланде другие высказывания различные на еврейскую и израильскую тему главы мида россии лаврова прием делегации хамаса высшими чиновниками мида уже после резни седьмого октября что все это означает наших отношениях на ваш взгляд будут ли они переформатированы после войны и чтобы и дальше я думаю что многие многие аспекты поведения россии в отношении израиля во всем что касается вот этой риторики исходящий от мида и дипломатических кругов российских и их действий связаны не столько с их намерением охлаждать и накалять скажем так отношения с израилем до момента когда израиль станет частью так сказать враждебное во им окружение сколько необходимостью лавировать в том пространстве в котором россия себя обнаружила да не будем забывать что россия оказалась тесным союзником ирана и россия потеряв запад активно старается завоевать роль чемпиона лидера глоб так называемого глобального юга в этой ситуации анти израильская риторика она у россии с их точки зрения очень выгодна потому что это во первых удовлетворяет их партнера в иране и это идет в конве настроение вот этого самого глобального юга потому что мы видели что точно так же кстати как с войной в украине в то время как глобальный север если на то пошло запад как мы называем занял однозначную позицию за украину южнее чем южнее тем больше желания было соблюдать нейтралитет а то и готовности прислушиваться к позициям россии уж точно не присоединяться никакому режиму санкций против россии в отношении нас мы прекрасно знаем что так сказать есть это так называемая арабская мусульманская глобальная улица где все очень однозначно все очень понятно израильтяне это новые нацисты которые совершают геноцид в газе без вопросов да поэтому очень большое количество территорики российской направлена именно на поддержание вот этого вот ощущение у этого глобального юга что россия обладающая местом совете безопасности россия все еще претендующий на статус супер дружавы она является его так сказать выразителем его чувстве настроения отсюда вы происходит все что вы перечислили что будет как из израильское общество я думаю не буду я открою америку если я скажу что израильское общество в целом да не только русскоязычная его часть не только те кто следил постоянно за действиями словами россии те кого интересовала эта тематика те кто пережил огромный шок от начала войны россии во вторжении россии в украину и вся израильская все израильское общество которое значительная часть которого относилась нейтрально а то и доброжелательно к россии и ее президенту пережили немалый шок после 7 октября из-за российской позиции в отношении резни самой резни не отсутствие готовности и немедленно и жестко осудить достаточно демонстративное приглашение делегации хамаса в москву в скором времени после этой резни все это оставило немалый след и на каком-то этапе если мы слышали заявление на эту тему главы оппозиции эролопида возможно это станет частью так сказать внутренней израильской политической изменения израильской внутриполитической ситуации когда дело до этого дойдет покажу понятно что израильская на самом деле в целом израильская политика она состоит тоже в том чтобы не молчать как мы это видели в случае с интервью посла в москве в тех в тех моментах которые уже представляются нам выходящими за рамки да мы не будем забывать что мы имеем дело ситуации в которой посол россии вон регулярно и постоянно отрицает вслух право израиля на самозащиту от хамас это это та ситуация в которой мы находимся там дискутировать какие-то исторические моменты на фоне этого но это немножко смешно поэтому но с другой стороны надо напомнить что когда израиль разруливал ситуацию с черными группами бедва представители того же мид израиля подчеркивали что речь не идет о какой-то нами предамеренные акции направлены против россии ни в какой форме израиль делал то что израиль должен делать для того чтобы защитить права своих граждан лица своими паспортами оказавшись такой вот непростой ситуации в стране с которой израиля есть отношения дипломатические отношения где мы можем то сказать повлиять на исход событий это израиль то есть израиль продолжает на самом деле в основном занимать взвешенную позицию не будем забывать также что в то же самое время на фоне всех этих публичных конфликтов в москве находится члена члена семей израильских заложников с изра с российским гражданством они их принимают заместитель министр иностранных дел россии россия пытается что-то сделать по поводу освобождения этих лиц и россия делает заявление и россия россии стремится показать что ее контакты с хамасом направили в первую очередь на то чтобы разрешить ту гуманитарную проблему то есть как обычно все непросто другое дело что хамас на данном этапе достаточно демонстрирует равнодушие к пожеланиям российской стороны в этом смысле это что что свидетельствует о том насколько там уже уже насколько в хамасе готовы так сказать идти ва банк по всем направлениям преследуя единственную цель да заложники в обмен на окончание войны и российское влияние здесь судя по всему тоже очень сильно ограничено арик спасибо что были с нами за ваши комментарии на этом все напомню что моим собеседником сегодня был израильский политолог арик эльман до свидания спасибо